насчет войны была заявлена цель на постсоветском пространстве борьба с бедностью как осуществляется эта борьба с бедностью она осуществляется руками самих же бедных людей и никак иначе и по-другому быть не может борьба с бедностью заключается в том что бедные убивают друг друга на войне вот и все цель любой власти богатых людей миллиардеров олигархов сохранить свое богатство дело все в том что никто не отменял борьбу за выживание а выжить это значит сохраниться и разумеется одним нужно жизнь свою сохранить здоровье и так далее долголетие желательно прожить долгую хорошую счастливую жизнь другим но вот тем у кого нету такого количества денег да огромного а другим у кого эти деньги есть нужно все то же самое еще и сохранить свои богатства потому что вся история человечества это история перераспределение богатства это история воровства и грабежа поэтому к сожалению бедные не понимают этого и это еще доказывает одну вещь о которой я тоже говорю что бедность она в головах головах это скуда уме им выдумывают всякие идеи патриотизма нарушения границы прочее прочее мы мы живем в глобальной экономике сейчас даймир всегда был глобален принципе вот всегда было 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 и эмиграция переселение народов эволюция культур до их трансформации взаимное влияние и так далее даже в архитектуре там какой-нибудь древнерусской находят отголоски там крита-минойской культуры но речь идет о том что как я сказал борьба с бедностью осуществляется руками самих же бедных людей вот в такой форме убийственной жестокой но о чем здесь идет речь также о том что за вас никто ничего не сделает запомните это никто вам ничего не принесет на блюдечке с голубой каемочкой если вы не цените свою собственную жизнь свою жизнь если вы ее не цените как вы можете ценить что-либо еще так вот бедные люди не ценят свою жизнь оказывается и готовы принести ее в жертву какой-то идеи готовы обманываться а почему люди готовы обманываться я задал этот вопрос моим зрителям но это тоже форма тоже форма психотерапии задавать вопросы на которые человек будет искать ответы не только давать ответы но и задавать вопросы это что метод моевтики такой да вот давайте задумаемся сегодня я записал новую лекцию по шести системам индийской философии но мы сейчас больше о философии санхи и веданты говорим сейчас не больше а об этой философии говорим дальше будет другая и вот очень интересные моменты связанные с этой философии посмотрите во первых сущность страдания и как преодолевает сострадание философии санхи философом копилы но о чем я хочу вам сказать в этом ролике и о чем я говорю вот в этой лекции по философии индийской оба ситхи и ситхи дело в том что вошло в философию очень интересное понятие понятия очень интересное понятие связанные с тупостью с тупостью с тупостью а ситхи это несовершенство еще такое понятие сутара есть когда выслушав слова только слова понимают противоположное да ну мы знаем вот ты человеку одно говоришь а он тебя совершенно противоположным образом понимает вот я с этим тоже сталкиваюсь вот вам индийская философия древнейшая и наше время все актуально например услыхав что человек знающий различные принципы предметы татвы освобожден человек понимает противоположное что тот человек не освобожден вот дурака учить только портить да вот это близко по смыслу к сутарь это русская поговорка или вот еще например а тараттара незнание когда человек хотя и посвятивший себя слушанию и изучению не успевает познать двадцать пять принципов или вследствие его тупости или вследствие того что его разум извращен ложными учениями ложные учения вот эти ложные знания ведь смотрите страшнее это всего что не незнание человек незнающий может ликвидировать эти пробелы да в своем незнании научиться чему-то а ложные знания страшные потому что человек убежден что он знает хотя он не знает и вот идеологии это ложные знания например вот идиотичны да посмотрите как все опираются на идеологии это же просто катастрофа об этом философия санхи вот представьте какая мудрость безграничная бесконечная мудрость и а лекции послушайте это просто улет этой мудрости индийской я вот и индусы не приняли христианство слушайте что такое христианство по сравнению с индийской философии просто вот настолько все это великое дальше значит или тупость на тупость тупость ведь никто не отменял ложные знания никто не вот это патриотизм это ложное знание а тупость это неспособность понимать причины видеть картину целиком учиться и вот еще когда человек хотя бы и побежденный душевными страданиями не желает познавать и не заботиться о переселении душ так что знание не доставляет ему удовольствия то это есть апрамода апрамода знаете вот теория переселения душ она тоже очень эвристично и так поверхностно воспринимаем ее да а ведь можно и нужно посмотреть шире а почему не прекращаются страдания и они из поколения в поколение из поколения в поколение до одни и те же проблемы эгоизм жадность тупость зависть до убийство воровство ненависть и так далее вот перекочевывают с поколения в поколение есть способ прекратить остановить это колесо сансары есть тоже философии копила между прочим значит душевные страдания да смотрите люди душевно нездоровые люди да они к несчастью несвободны да вот это вот несовершенно несовершенно совершенство понимается как способность понимать как понимание как понимание да адекватность и знания не доставляют удовольствие вот посмотрите ведь мы люди учатся да люди учатся не получая удовольствие от этого это же кошмар просто кошмар и ужас это же пытка эти школы вузы знания это радовать должны ведь есть такой познавательный энтузиазм да познавательный энтузиазм то это же радость когда ты знания эти приобретаешь и испытываешь удовольствие от этого я вот допустим когда я занялся психологии и изучением психологии мне это доставляло такое удовольствие и доставляет до сих пор причем есть несколько этапов одно дело значит есть уровни так же как и вот индийская философия очень тонкая там такие уровни обнаруживают мы тоже об этом говорим а очень интересные так вот я учусь я слушаю лекции или читаю книги это один уровень удовольствие другой уровень я понимаю вот это вот инсайт я понимаю это понимание меняет меня мое мировоззрение и также это способствует моему освобождению то есть я избавляюсь от своих ложных знаний ложных убеждений негативных программ да мы сейчас о психологии это еще один уровень следующий уровень это когда я сам становлюсь источником знания и и на всех уровнях я испытываю радость восторг энтузиазм и и наконец может и не наконец но еще один уровень это уровень моих действий приносящих мне радость потрясающе вот что такое например психология и это я думаю касается любой области деятельности жизнедеятельности любой но вы испытываете эту радость от от получения знаний если нет значит вас чему-то чему-то не тому учат или вы или вас не учат или вы не учитесь в силу каких-то причин надо разобраться с этим еще одна причина значит неведение вот смотрите так же следует посмотрите на следующую пару апрамудита и апрам модамана взаимно не обрадованы взаимно не обрадованы если не испытываете радости все это не знание значит неведение человека с нерешительным умом даже относительно того чему его учит его друг есть арашья нерешительный ум потрясающе потрясающе неспособность несчастного приобрести знание или вследствие дурного обучения или вследствие невнимания учителя есть асад прамудита смотрите да тоже интересно неспособность приобрести знание дурное обучение тут о чем о методике преподавания методика необходима или невнимание учителя а чем занят ученик а невнимание учителя к чему к духовной жизни к эмоциональному состоянию ученика вот у нас есть лекции на тему решения конфликтов методом сотрудничества как раз в школьной среде посмотрите это для спонсоров доступно посмотрите чему там требуется уделять внимание решению конфликтов методом сотрудничества и только потом ученик ребенок захочет учиться и научиться большему потому что потенциал учительский не используется в силу чего образовательной в силу ограниченности тупости тупые учителя тупые методики тупые программы обучения тупая система образования и выходят тупые люди в силу надо менять это все как интересно вот здесь на первое место выходит личность личность учителя. И вот мы с вами говорили о философии Капилы. Вот. Что для нас там интересно, самое интересное? Это именно внутренний мир учителя, который создает эту философию. И понимаете, их же много, их же много. Вот этих философов. Но вся философия, связанная именно с внутренним миром конкретного человека. Это самое интересное. Вот. А у нас предметники. Просто. Все. Знаете, обезличенность полная. И вот. А этому в школе учат обезличенности. Обезличенности. так что, так что, так что, сейчас есть потребность великих мудрецах, великих мудрецах, таким, как был Капила. и тогда мы сможем обрести с вами свободу от страданий, блаженства. Научимся учиться, приобретем знания. Вот. Вот. Очень интересно, да. Следует признать, без сомнения, что ни в сутрах, ни в кариках, ни в татва-самасе мы не находим того, что всего ценнее во всякой философии, а именно проникновение в душу и в сердце основателя этой философской системы. Если спросить себя, почему вообще была выдумана и выработана такая система, какое утешение, умственное или моральное давала она людям, мы не найдем почти никакого ответа. мы узнаем только то, что человек подавленный тем, что тут названо тройным страданием и не надеясь на спасение от них ни посредством добрых дел, ни посредством жертв, которые обещают только временное счастье на земле или на небесах, ищет совета у философа Капилы, веруя, что тот может дать ему полную свободу от всех его забот. И вот вам роль личности потрясающая. Наша ограниченность действует как стимул для изыскания причин этой ограниченности и преодоления этой ограниченности. Так что если вы чувствуете что вы не свободны, что вы рабы, что вы ограничены, что ваша жизнь вам не приносит удовольствия, радости, счастья, а наоборот она сплошное страдание, вот это очень хорошая мотивация для того, чтобы изучать философию и искать ответы на вопросы и развиваться, самосовершенствоваться. И о сущности страдания мы тоже говорим в лекциях. Вот это очень интересно. Помните, что сансара может быть остановлена. Величайший оптимизм индийской философии. Всего самого доброго, до новых встреч.